это пуща водица мог за пруды пречися за край тучки но сейчас она выглядит тюлени заворошились хорошо так пригревала и вдруг перемена у меня были на сегодня совсем другие планы но я решил все их отложить передумал взял черешни сладкие с собой и отправился в пущу купаться распугать вас сегодня чудесно здесь сходни здесь даже поищем местечко а вот здесь живут потомки Робинзона Круза они живут здесь с самого начала лета удобства их спартанские но им хватает это настоящие стойки мужчина и женщина пара Робинзон конечно прославился выпустив книгу о своих приключениях и много веков его потомки не бедствовали но в конце концов разобились как видно но заветы своего предка они помнят хорошо поэтому решили соорудить палатку где-то на природе и переждать тяжелое время тем более что тепло что такое волочиться деньги кончились Робинзоновские но духовное наследие уже в веках это же прекрасно потому что деньги имеют свойство всегда кончаться духовное духовные вещи вечны поэтому чтите господа вещи духовные и физически тоже вроде каринки а это у нас черемха а это каринька и рга сейчас мы подойдем к месту где ее больше не знаю может пособирать сегодня после купания и после чая с высокой береги виды лучше а а а Водырка Крупная? Нет, нет, это нет, так показалось Красиво 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 Поще стало В прошлый раз Она была Не такой сладенькой Хорошо собирается Раз Вот еще не дозрела Еще долго зреть Черемуха Ммм, какая красивая Легче стало Отделяться от веточек Ягода Красиво 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 Красота Может здесь в тени Да, вид конечно величество Водой пахнет приятно А вот в моем любимом месте На Устове Муромец Вода уже цветет, увы Но Катурка, речка Катурка И здешние запруда Никогда не подведут Уж можно не сомневаться Пусть и водица выручит Да, и ргу не следует переедать Я в том году как-то переусердствовал Съел Не знаю уж сколько Полкило сразу что ли Может быть поменьше И у меня второй раз в жизни Случилось Случился Избыток витаминов Первый раз я Пережил это когда вернулся из армии В отпуск Это было летом И съел много арбуза За раз О боже, что началось У меня опухли суставы На руках, на ногах Нет, не суставы Стоп, стопа у меня точно На ноге опухла Суставы-то не опухли А стопы, да Помню, я ходить не мог Какое-то время Какое-то время Все это быстро, конечно, прошло На второй день она отошла И неудобств таких она мне не причиняла Но я понял, что Ягода эта действительно ядерная Это тебе не вишня Которой можно съесть Пол ядра Ничего не будет С Иргой Надо быть осторожнее О Ну Ты в гости Булки ждешь Боже, как тебя тут прикормили Что же у меня есть? У меня есть кекс Не, ну вам-то Вас-то нельзя баловать слишком Братцы Уточка, ты обозналась Я не тот, кого ты ждешь Вот, все Слава Богу, она все поняла Точнее, он Это селесень Ну какой приткий И как он любит Подарки, которые ему приносит Его друг, а? Что же он ему, интересно, приносит? Чем он приворожил Это селесень? Ладно Пьем чай Я понял суть происходящего О, Боже Не было никакой булки Я имею в виду историю с селеснем Вот этим, который прилетал Не было никакой булки Все было гораздо более Романтичнее и драматичнее Селезня отвергла уточка Он за ней так ухаживал Так ухлестывал Она его отвергла И тогда воинственный селезень Решил продемонстрировать ей свою храбрость Он, можно сказать, вызывал здесь меня на дуэль Хотя Расправиться со мной Точно где-то там В кустах-то мыша там Наблюдал издалека За его геройством Проще говоря, прилетел на разборке Если бы я повел себя неправильно То мне бы досталось Как еще вернуть Утерянное сердце красавицы Только так Да, мы любят поединки Да, мы любят Они вообще Изображают из себя Таких моролюбивых существ Но оооо Смотреть поединки Они могут с упоением Так что история про селезня Кажется, не такой уж невероятный А вполне даже и подобный Солнышко заметно стало ниже С тех пор, как я сюда приехал Я искупался, отдохнул А вот тут появились уже гости На велосипедах Собака Прежде своих хозяев Успела искупаться С наслаждением Вот это отличное место И вечером защищает От солнца неплохо Так, все ли я взял? Вроде все Ага, вот еще речи Немного прокачусь В зале запрут Наведуюсь в парк В главную его часть И уже развернусь к дому Фу, какое весело Местечко Может покреться Напоследок Солнце еще теплое Да Хорошо все сгорится В последних лучах Да, немного здесь совсем публики Тихо Приятно Добрый чат Муж Еще в парке Добрый чат Много деревьев упало Конечно Кто им не занимается Не до них Еще зимой упали Некоторые из них Вот, например Добрый чат С multiple Можем Можем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Никого здесь сегодня не считая велосипедиста На этом пятачке самое любимое место публики Добавил субтитры Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Даже столики здесь свободят Я задумался над одной интересной проблемой Не знаю, как точно ее назвать Определю так Во всем нашем времени В связи с текущей войной Почти повсеместно появился какой-то ощутимый оттенок садизма Во многом С чем это связано? Сейчас станет понятно, о ком садизм я говорю В истории, конечно, не было До этого войны, которая Была бы Настолько задокументирована О которой было бы снято Такое количество видеоматериала Этим она Кардинально отличается от всех других И вот еще чем Что освещение Ее идет не в традиционных Средствах массовой информации Так называемых Легаси СМИ СМИ, которые достались нам по наследству От прошлого А переместилась в социальные сети В Телеграм То есть в места, куда не проникает А точнее, которые не являются Традиционной сферой Классической журналистики Где мало цензуры И все это черное порно войны Залило СМИ буквально И оно вызывает у людей Не самые лучшие эмоции, честно говоря Во-первых, есть вещи, которые Лучше не смотреть А есть такие И которые лучше не знать и вовсе И вот это Грязное наслаждение Человеческими муками Смертью Разрушением Это и есть садизм На самом деле Он такой виртуальный Не в буквальном смысле слова Потому что В садизме Помимо наслаждения муками Тоди растающие причинения этих мук Здесь зритель не причиняет муки Но он наслаждается А уж мук снята Бесчисленно Это делает наше время Каким-то грязным На самом деле И где-то человек беззащитен На самом деле Человек, погруженный В эти Соцсети Он становится беззащитен Раньше каким-то традиционным способом Пресса его защищала Журналистской этикой Цензурой с ней связаны А теперь все Этого ничего нет Да Есть такой привкус времени В целом И это не только Даже с информацией связано Это как-то разъедает сознание Все Это разъедает сознание людей И влияет на их поступки Не только на образ после Я почувствовал, что я Что-то недосказал И Кажется, поймал эту мысль В конечном итоге Соцсети Которые дают Эту грязную картину войны Они влияют И на журналистику И журналистика Подчиняясь Этому Индуцированному эффекту Сама видоизменяется И становится такой же Как в соцсети Вот И вообще это влияет на общество На его внутреннее здоровье Психическое Ну а теперь, кажется Я полнее высказал То, что я хотел сказать Хороший как пахнет здесь Заброшенная Такая лесопилка Что-то такое Здесь Делались пиломатериалы Производились И хранились Сколько я помню Хорошие места Что это за цветочек Я забыл Прекрасно пахнет Сейчас мы узнаем Этот чудный цветочек Называется Мыльнянка лекарственная Сапонария Афишиналис Сейчас почитаю Что о ней Пишет в Википедии В том берегу К турке Пишет в Тербайке Семный трубачок Уже креплен Недалеко от родничка Гр cricket К脈 Креплен бетоном Интересно Мальнянка лекарственная Сапонария офишиналис ну офисиналис читать это лучше конечно офишиналис от латинского sapo мыло что указывает на свойство отвара растение пеница значит английская soap по звучанию близко sapo soap тоже слово латинского происхождения установили надо будет проверить но я почему-то не сомневаюсь что это так интересно сейчас мы найдем применение тут распространится химический состав корневище с корнями мыльнянки лекарственной известные под названием красного мыльного корня содержат и тут слова которые для меня ничего не значит как и для большинства тех кто профессионально не изучал химии хозяйственное значение применения все части растений особенно корневища и корня содержат сапонины пенящиеся в воде как мыло отчего это растение называют еще собачьим мылом так вот чем собачки там моются что они чистенькие в лес побежал, помылся сапонины входят в состав моющих средств для шерсти шелка а также используются для изготовления халвы, кремов, шипучих напитков пиво применяется в ветеринарии при болезнях кишечника в народной медицине применение растение ядовито восклицательный знак при приеме внутрь больших доз мыльнянки возникает рвота боль в желудке понос кашет даже каши фух и все одновременно так 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 в народной медицине корни в виде отвара применяли от сифилиса золотухи кожных заболеваний водный настой из корней и листьев назначают внутрь при нарушениях обмена веществ подага, экземе эксудативный экссудативным экзюд это выделять что-то экзюд ну это из которого происходит выделение фу диатезия фурункулезе чешуйчатом лишае дерматозах дерматозах настой корневищ применяется при ревматизме подагре болях в суставах желтухи хронический гепатит холестерит о боже ага корень мальнянки жуют при зубной боли ха вот мы и нашли тебе простое применение корешок из тебя надо выделить да мальнянка ну-ка посмотрим какой у тебя корешок такой вот корешок у нее у мальнянки такой вот жевать и все не зубы болеть перестану люблю когда какие-то простые советы легко осуществимые простые рецепты немножко древни даже вкусненький есть сочность так корень мальнянки жуют при зубной боли отваром корня повыщут горло при ангине в качестве лекарственного сырья уже понесло меня используются корневища и корни под названием красный мыльный корень латинская радисис сапонаряя рубра ну рубра я знаю коврикот рубра дуб красный рубра это красный радисис это корня опять же кругом латынь радикал например слово всем известно квадратный корень математики в частности из латыни радисис сапонаряя рубра корни мыльные красные корни мыльнянки лекарственной были включены в первое тире четвертое издание российской фармакопеи официально разрешены в ряде стран идут дальше то что уже не так интересно ну вот мы с мельнянкой познакомились дай-ка мы тебя еще рассмотрим мельнянка добавлю от себя что ароматное растение листочки да душистое едем я здесь проезжаю мимо уже почти выехав на дорогу асфальтовую нашел чудесный чудесную полянку недотроги теперь мы разберемся как она хлопает по-настоящему это недотрога какая она здесь сочная красивая в ней появились плоди вот они берем вот так плод уп ешь взорвался так еще раз проделаем этот же номер найдем сейчас толстый плод вот толстые плоды вот 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 толстые плоды недотроги так берем аккуратно упс серьезно стреляет разбрасывает свои семена еще раз последний три раза надо все это проделать полюбуемся он не натрогал и найдем жирный плод не могу найти пока жирный вот тут жирные плоды вот они вот они вот они вот так не знаю правильно эльхамбру настроил берем сжимаем поворачиваем бумс бумс чудесно забавно не натроган какая она здесь красивая в лесу она обычно такая это мухрышка а здесь видна почва хороша и она здесь прям как королева а вот что такое мы даже можем прочитать цех номер 13 переработки древесины КП Сатошинская ЛПГ цех переработки древесины все ясно здравствуйте это художественная ходьба здравствуйте это художественная ходьба художественная ходьба бальная бальная хорошего вечера мне мне понравилось изобретательность не имеет границ хорбальная ходьба мне получается неплохо честно говоря чемпионат мира по художественной ходьбе здорово тоже древесины Продолжение следует...